Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Мы продолжаем наши беседы на тему старообрядчества на Горном Алтае. И сегодня тема свободная. Татьяна Григорьевна расскажет про то, что оставили в наследство бабушки. Правильно? Да. Те истории, которые они помнят о старообрядчестве. Единственное, что я хотел сказать, сегодня тема староверов, старообрядчества очень сильно поднимается историками. И это не просто так. Эта тема даже переходит в такую идеологическую чисто. Потому что она очень сильно связана и с политикой, и с идеологией как прошлых лет государства. И оказывается, все не так просто. И сегодня это никуда практически, в общем-то, и не делать. В психологии и идеологии людей, и вот старого менталитета такого, они все равно передают это новым поколениям. Ну и слава Богу. Давайте, Татьяна Григорьевна, рассказывайте все, что вы хотите, считайте. Вот этот разговор у меня состоялся с бабушкой Феней. Ей было на тот момент 84 года. Родилась она в селе Топольное, в нашем старообрядческом селе. А выросла на Кумире. Речка такая есть в республике Алтая сегодня. Потому что мама ее умерла. Они остались, детки, семь детей осталось без матери. И воспитывалась она у тети. Поэтому не с родным отцом выросла. Но она говорила так. Пишут меня Гавриловны, но я Агафоновна, дедонька-то мой Агафоновый. Из рода Архиповых я, хотя и Михайлова, потому что выросла в семье Михайловых. Да, в старообрядческой семье она выросла. И когда я с ней пообщалась, она мне экскурсию по деревне провела и показывала. А вот эти дома поставили опосля уже Архиповы. А первые тогда мы вот здесь ставились. А вот этот дом моего дедоньки Агафона, тятеньки Агафона. И вот она пожила и в Топольном, и в Кумире, и в Беломануе. Потом вернулась. Я ее и стала расспрашивать. Вот откуда же столько ты много знаешь? То есть я с ней могла о политике говорить о сегодняшнем дне. Она и стала мне рассказывать то, что я слышала от других бабушек. Книги старообрядческие я читала на Старославянском. Вот я в тетрадочке подглядываю все, что она мне говорила. А я и она так говорила. Они в каждом доме было. И в каждом-то доме их было много. Кто поморской веры. Вот я уже себе помечала толка. Так шибко умело толковали свои книги. Вроде написано одно с нашими-то, с киржатскими книгами. А они по-своему строго все. Вот Елена Волубягина жили. Да поморцы. По щебете жили. Тоже поморцы были. А тятя говорил, что мы едины с теми, кто рябину почитает. Да тополь. Ну я и спрашиваю. Так вы тогда тополевцы-дорябинники. Да вроде так оно было. А потом это забылось. Все единое стало. Не стали мы разделяться. А как же жить-то было иначе. Здесь надо было столько вынести. Поэтому надо было все вместе делать. И вот дятя говорил, что когда он еще маленький был, то все в его семье читали. Он и научился-то. Его даже сильно никто и не приучал читать. От старших ребятешек он научился. А кому книгу какая достанется в семье, то и читали. То есть прямо много книг получается было, если ребятишек в семье было до семьи больше. Вот если только обнаружилось, что книга Никоном написанная, они это определяли и ругались. Я еще спрашивала, а куда же вы ее девали-то? Так я откуда знаю. У тяти этого не спрашивала. Куда же они девали эту книгу-то? Ну и я только говорю, так про Никона-то хорошо знаешь. И она мне стала говорить. Так у Никона переписчики были. Тогда же с украинцами-то мы только что объединились. Вы понимаете, я этого не знала. А она мне говорит, объединились с западными-то. И вот эти западные-то украинцы-то они в Москву и понаехали, давай книги переписывать. Это вот все Никоновские книги. Я ей спрашиваю тогда, а Никона Антихристом звали? Она говорит, Никону-то нет. Никону-то нет, он же сам в монастыре помер. А Господь наказал, а потом смирился. А Антихристом-то царя Петра звали. Вот такие открытия с этой бабушкой и делала. Ну, она где-то, наверное, 15-го года рождения бабушка вот эта вот у нее была. А я ей спрашиваю, Антихрист Петр Первый был, что ли? Ой, да мы его и не поминали. Грех его было поминать даже. Много душ погублено именно им-то. Так особо-то погублено под Ленинградом. Тут она стала вспоминать, кто под Ленинградом тополинские погибли, кого она знала. Ну, а я ей говорю, Великую Отечественную войну, да. Ну, она Ленинградом это называла, потому что в деревне еще и были дети из Ленинграда во время Великой Отечественной войны. И так и говорили ленинградцы в детском доме были. Поэтому ей привычно было говорить, Ленинград, город. Ну, а я говорю, да как много-то погублено-то было Петром или Великую Отечественную войну? Ну, она мне и говорит, так когда город отстраивали. Вот мне слово отстраивали-то, а я говорю, так его же на пустом месте же отстраивали-то она. Так кто знает, вроде бы там много наших архиповых было. Прям ошибка, ошибка много. И староверы люди там были, кто город ставили. Я говорю, так да, а что ж они камнетесы были? Так они все умели. Из камня же жернова же у нас делали. И тоже вот архипов на ваструшке-то точили этот камень-то, умело делали-то все. Ну, я тогда спрашивала, а почему вот тогда этот камень под дома на стульчике вместо дерева не ставили? Она мне и говорит. Я-то спросила с умыслом. Она мне и ответила на мой такой мысленный вопрос. Вот смотрите, я-то знала, что первые деревья, срубленные здесь, были гигантских размеров. И жалко же было, их не так уж и много было, вот так мне рассказывали бабушки. А если еще их на стульчике попилить, думаю, камень поставь, да и потом и дом обустраивай вроде бы. И ответ бабуфе не такой. Наперед-то ставили, а камень-то тонет. Камень-то земля-то рыхлая, болотистая. Листьяк весь камнем ушел, первые-то дома и ушли. Так вот, поди, где они тут еще и есть у нас под землей-то эти дома-то, бревна-то от первых домов, что в первое время-то ставили. И стала рассказывать, как рубили. И говорит, лапу-то не рубили, а всегда с остатком. Я говорю, а что, вот зная то, что в внутреннем убранстве дома не должно быть углов. Они должны быть сокрыты голлунцами, полотенцами вышитыми, углы вот эти прямые. Я говорю, и снаружи не должно быть прямых углов? Нет, ну так ты же знаешь, как ставили так дома-то, чтобы концы торчали. Лапу-то получается без остатка, поэтому вобла, как ты говоришь, ну или в крюк. У нас так говорили. Я то есть не говорила, говорила, вобла тогда. Да, вобла. Вот углы-то, значит, не любили. Вот такой вывод я сделала из разговора с бабушкой. Ну почему же не любили? Ну это другой же разговор. Я тогда и стала расспрашивать. Ну вот ты Михайлова. А Архиповы-то откуда? Упоминаешь, что и в Ленинграде там вот их много было. В Санкт-Петербурге. Откуда они приехали-то? Она и говорит, так, с Бухтармы. А оттуда-то с Камня. То есть, получается, с Урала. В Туруханске было наших много, Архиповых. Дело в том, что и в последнее время я замечаю, вот камень, это значит, где горы. И вот даже когда изучают долину Бухтармы, семи речи говорят, что это тоже долина камня, как вроде бы. Но вот и тут бабушка мне подтвердила то, что прежде информаторы передавали. Камнем для них был все-таки Урал. Вот самое главное для меня вот и хотелось это из ее уст услышать. На Бухтарме-то в Семи речи жили. В Будачихе. Да, там есть селение Будачиха. Это я потом уже узнала. Потому что Семенов Теньшанский, на самом деле, он проходил через это село. У нас звучит гора с названием Будачиха. Хотя на картах сейчас уже почему-то картографы обозвали ее через Т, написали место Д Будачиха. А селение там, на самом деле, на Бухтарме было Будачиха. Ну и я-то знаю, что у нас здесь и Изевка, и Черновая, и Большая речка. То есть те названия, которые были там, в Семи речи, восточный Казахстан, сюда не перекочевали. А мне-то просто было интересно еще и узнать. А как? Может быть, прежде переехали поближе к Биську, переселились где-то вот, к Абик, Енисею. А потом в горы люди из Демидовских заводов, может быть, они сюда бежали. Может, не с Бухтармы, может быть, из степных районов сюда. Вот это мне тоже было интересно. Ну и она-то говорит, что с Бухтармы все-таки. Там люду много стало, и наши сюда подъехали. Одни Архиповы степ подались, но позже они тоже приехали в горы. Где-то деревня Архипово была. Ты-то под ней знаешь, мол, где. Ну, пришлось поразмыслить, посмотреть по картам по ближайшим районам. Нашла, была деревня Архипово в Алтайском районе. А до Урала-то где жили? Мой ответ был просто. Так, под Новгородом, на севере. Там жили. Только тяде говорил, что и там людно было. Туда греки торговать поднимались даже. Ну, давно это было. До Никона. То есть, получается, с греками общались. И не околи, как северные народы, а оконье было у наших. А еще она сказала, что наши старые веры на запад тоже ездили. Глядели, что как с верой. Говорили, что там плохо. И даже плевались на запад бывало, если что-то там им не нравилось. Ну, я так подумала, что, может быть, это отклики рассказов о том, что Арсений Суханов, монах, ездил на запад, он знал же язык греческий. Возможно, вот этот рассказ как-то достиг и нашей земли даже. А вот то, что ее двоюродный дядя, бабу Фени, деденька Яков, вот он и на восток езживал, и в европейскую часть уже из Топольного ездил на сборы старообрядцев. Это тоже мы знаем. Может быть, на запад она имела в виду, это так называемые поляки, те, которые по Екатериненской реформе переселили обратно в Россию? Вот похоже, что нет. К полякам у них другое отношение, потому что они же к нам сюда перекачивают попозже. Они же жили в Румынии, в Бенгрии. Нет, это наши, они же здесь перемешались мы потом. У нас же вот эти Архиповы, Сесоевы, Тропины, они будут и поляками. То есть это, может быть, те, как раз, которые из Екатериненских этих рекорд? Может быть, может быть. Но я тогда вот, да, правильный вопрос, потому что я тогда и спрашивать стала. Баба Фени, может быть, Арсения Грека упоминали раньше. Он же из Рима приезжал в Русь-то. Думаю, знала ли, что вдруг слышала. Нет, нет, не слышала. А пара митрополита Паисия Легорит был такой. Она говорит, слыхать слыхала, но только ты же меня сбиваешь, мол, Паисия, мы же еще молимся Паисии. Но это другой, Паисия, она тут же сказала. Это другому Паисию мы молимся. Спросила, а про хлыстов-то слыхала? Хлыстов? Нет, не слышала про них. Вот. А как же сохранили в семье обряды-то, баба? Вот крестины, молитвы, праздники, поминки. Ты вот все-все мне уже об этом рассказывала. Так наш дух-то все равно сильнее ихнего. А кого ихнего-то? Ну так тех, что в церковь-то ходят. Нам-то не лень молиться. Поклоны все соблюдать. Читаем, как положено. В пост вон сколько надо читать. И поклоны-то надо ведь еще и не только поясные. Они-то ведь в церквях только поясные поклоны отбивают. А мы-то все земные кладем. Ну, а вот сейчас, в советское-то время, видим же, что делается. Мы все свемешанные, разговариваем со всеми. Началось-то это еще с тех времен, как мы-то робим-робим, да все равно творим молитву. Надо пообедать, если хоть в поле, жнем вместе. В колхозное-то время уже было. А они-то, другие-то, те, кто понаехали, так нам уже позже-то. А вместо того, чтобы молитву творить, они чувствуют, насочиняют, да распевают. Вот это вот уже будет колхозное время. Да. То есть все равно те с верой остаются, а это уже новая культура пришла и в село. Они еще и на похоронах-то как запоют. Вот здесь я и не поняла вначале, да. Думаю, да что же это они запоют-то. Она-то мне ее объясняла, что... Так ведь у нас-то были плакальщики специальные. Мы не ревели, слез-то не лили. Плакальщики, предчитальщики. А их когда не стало, так и давай вот они водку-то нам на поминках подавать за столом. Подают, а потом и спьянут, и заорут, запоют. И такое стало. Это же совсем грех-то был какой. Ну и получается, что обряд отводится для поднятия духа все-таки, наверное. Как я поняла, бабушку. И спрашивала я ее. Говорю, баба Феня вот прям записала. Дух и душа одно и то же. Вот она мне еще что-то отвлеклась, но потом так сказала. Душу не распознаешь сразу, если не поговоришь, не посмотришь на человека. Она улетает, когда человек умирает. От нее у человека ум, да и все остальное тоже. Она как будто дается откуда-то. Я с отцом не росла, с материной сестрой выросла, так оттого и фамилия Михайлова. А тятю люблю. И все казалось, что его душенька со мной везде. Да и мамина-то тоже. Они их души и дают силу моему духу. Мама вонка кропила, всех нас одевала, льняное, красивое. А тягафон натерпелся за свою жизнь, но Бога никогда не каял. Он ведь на Авроре служил 10 лет. Он и рулевым был там где-то, 10 лет плавал. А потом все равно по линии НКВД его запрали и 25 лет он где-то пробыл. Так вот он, я спрашиваю, и как он к этой жизни-то относился? Так он же потом и жил-то с Михаилом, со старшим сыном Вангуда, и помер. Да нет, Бога, он как веровал, так и верил до конца. Нет, не раскаялся. Вот я и спрашиваю, а баба, а что значит верить-то? Так верить это и веришь, что ты правильно все делаешь. Вот такой был ответ. Молишься правильно, обряд ведешь, какой человеку, зверю помогаешь. Вот это и есть вера. Вот этот разговор происходил в доме у Евгении Михайловны Дементьевой. Фамилия Дементьевой, девичь у нее. Это учительница, она этой веры не придерживала старообрядческой. Но бабушка Феня ей помогала, вот Евгении Михайловне. Потому что этой женщине было очень-очень тяжело. Вот она мне и говорит, баба Феня. Вот смотри, вот Евгения Михайловна-то в свою веру верит. Но кто-то же ей должен помогать. Она внуку помогает. Тяжело всю пенсию отсылает ей. А внук с тюрьмы все тянет. Вон какие письма пишет красивые. Она ему верит. Это и тоже вера у нее. Баба Феня, а ты-то ему веришь? Этому внуку по письмам-то она говорит. Нет, я ему не верю. Потому что он тянет с нее все. Он ее-то не любит. Вот такое вот отношение к вере. Ну и я спрашивала еще. Баба, вот тяжело же раньше жилось. А почему люди так далеко ездили, все равно не боялись вот этих дорог, в тайгу ходили. Она отвечает. Ну а как? Ну, поедешь, где недалеко, так пешком идешь. А к дальнюю дорогу, так верхами. Через Котунь, бывало, переправлялись. Мы же туда дальше, на Чуйский тракт выходили. Откуда выходили-то? Так с Котанды. Там на пароме. А там, ну это, зачем вы туда? Ну так, все равно интересно же. Интересно, да, Камир-то, как ты поглядишь. Иначе-то там пообщаешься и с алтайцами, и со всеми. А в Котанде-то ярмарка проходила. Ну а раз они на пароме оттуда приплывали, так и нам туда охота была. Ну, сильно не распространилась она. Когда она там была, не знаю. Ну, говорила, что уйгуры товар сами привозили сюда и туда, в Коксинский район. Русских брали с собой в уйгурью, она говорила. Я говорю, да ты что, до Тибета? А что там? Так а что там в Тибете-то? Там лечиться можно. Правда, там дома каменные, а тепло. Купальни разные. С разными травами там купальни. То ли это, откуда она услышала. Или от местных, или там в Горном Алтае уже такое молву. Но, тем не менее, вот так и обрисовывался Тибет. А вода-то там теплая. Можно было идти тому туда, правда, кто воду любил и почитал. Ну и на самом деле, ведь у нас поводу поешь. Всегда молитву надо творить, с водицей говорить. И благословения у старших попросить. Это тоже до недавнего времени было принято. Ну и глядя на эту худенькую, невысокую роста. Такое вот даже какое-то умиротворение от нее происходило. Женщину я вот спрашивала. Баба, ну вот о духе, душа-то, что это такое? Ну вот я тебе говорила, ну что, а душа-то она улетает, а дух-то он держится, держится, пока не говорили у нас. Вот, а почему нашим-то вот старобрядцам-то нам нельзя ходить в церковь-то? Ответ такой был. Туда люди Бога просить идут, а просить-то грех. Мы-то ему молимся, договорим с ним. А в церкви как прикажут, так и стоят, так и молятся. Один батюшка так службу ведет, а другой по-другому. А у нас-то все вроде бы по-доброму, да по-хорошему. Все как передается, так и мы этой традиции же придерживаемся. Так и, баба, у нас ведь тоже толки-то разные были. Вот ты же сама говорила, что почитали и рябину, и тополь, и кладица. Вот это отношение какое-то было особенное. Ведь и в молебенный дом-то тоже же приходили как-то по-разному все. И даже кто-то часовенники, к вам же тоже в молебенный дом заходили. Ну так заходили, конечно. Ведь наперед-то здесь часовенников много было. Часовенка в Дурнухе была, под Будачихой. Под горой, напротив сейчас Амбаров, на пригорке. Это в середине села Топольная, разделяется на две части. В середине, вот под горой, на пригорочке была часовенка. На Баблайке, в Баблайке была часовенка, она мне сказала. Это вроде как церковь. Там лампада почти всегда на ночь горела. Какой путник мог зайти? Я-то не видала, это все тяде мне сказывал. Я-то уж этого не застала. И в Осте Каракола часовня была. Это уж я когда в Беломануе жила, мне об этом тоже рассказывали. И вот получается, что часовенники постепенно перешли, наверное, вот именно поморцы, как-то снизошли до киржаков, так сказать. Если вот у нас здесь три толка. Надо пояснить немножко поморцы и киржаки. Киржаки, мы с вами выясняли, это те, кто вышел еще сюда после Петровских реформ. Там пошли с Денидовыми. Тут на изыскание вот этих вот всех рус, полезных ископаемых. Вот эти вот, наверное, вот и есть киржаки. Вот они с кирженцами именно. А поморцы, они вышли, наверное, после Пугачевского бунта. Или еще тоже в Петровское, когда там соловки подавили. По море шло сюда. По море шло. Видимо, и долго шло. И с тех времен. Вот если в наших селах, мы говорим, это вот два села Топольная и Туманово стояли в Мангазее. А Мангазее, это известный был город. Но он раз погорел, второй раз совсем сгорел. А совсем, это 1673 год. И вот для меня вот эта вот дата отправной точки, вот, когда оттуда с севера пошли. И вот сегодня я ищу вопрос, почему этот город горел? Так ведь, получается, ответ-то такой. Воеводы между собой поругались, да город запалили. Но ведь в это время другие города тоже горели. А это ведь уже и причина, наверное, та, чтобы шла борьба. Ну, видимо, не города, а села какие-то, поморские села. Там же прошли потом огнем и мечом, а Соловецкий монастырь только один остался и оборонялся там, по-моему, несколько лет. И уже при Петре Первом его уже взяли, монастырь Соловецкий. И всех казнили там. Вот это вот она, она же этого не видела, а вот как ей отец, да, отец-то, вот сколько он мог перенес, да, вот жизненных таких вот. И детей, семь детей было ему оставлено, потому что его по линии НКВД потом забрали уже. Тяжело ему было. И тем не менее она с ним общалась, он ей все-все рассказал. И вот я-то здесь так настойчиво и спрашивала, почему часовинки-то исчезли, когда они, куда вообще, что это произошло-то. Ну и получается, что гержаки-то как бы они все-таки пересилили вот поморцев. Все равно убрались, вот эти молебенные дома остались, а часовинки исчезают. Ну, а я спрашиваю, зачем молебенный дом? Она мне отвечает, там в доме лавки, книги, иконы. Чужой веры человек не придет. Вот смотрите, в часовинке в селе горит лампада, и туда мог любой человек, наверное, зайти. А вот это чашечники, их еще называют, наших кержаков уже, да, это же грех, к чему прикасались мирские, и потом сюда заходить, и это трогать, вот, наверное, это причина исчезновения вот этих часовинок. А уже молебенные дома в доме, где живет семья. То есть это был какой-то определенный толк, их звали часовинки, и у них были часовинки для всех. То есть это такая, как бы, ну, не циркушка, а часовинка, там лампадка и икона, наверное, да? Чтобы любой человек мог путник пройти и помолиться. Я понимаю, это были часовники, а другие толки это не принимали. Более строгие толки, скажем так. И вот в молебенном доме-то все по правилам там, никто не говорит, все знали, где стоять, где женщинам, где мужикам, как книгу открывать, где старикам стоять, где старухам, где ребятишкам, подручники как держать, как руки держать на груди, если в церкви просто стоят, руки опущены, да? Она вот мне прям показывала, как вот, значит, что платок одевается черный для моления, и здесь пристегивался булавочкой обязательно черный платок такой. И, да, они молились тоже в последнее время, почему-то, помню, что не в сарафанах они ходили на молениях уже, а в специальной такой одежде, даже вот черные такие халаты. Это вот уже были, есть белые, есть черные рабочие такие халаты у техничек, да, и у бабушки у этих черных халатов прям ходили на моления, потому что горбачи, вот те, что у нас в музее для моления, вот это поморские, горбачи-то у поморца, они уже сносились. То есть у староверов были молельные дома специально, да? Да, да. Они собирались? Да. Там молитвы и все проводил, не службу сказать, а, ну, наставник. Наставник был, наставник, да. На всеношный-то ребятишек не брали, вот семь лет исполнится, тогда еще берут, а все равно маленький-то мы за бабонькин подол держимся, да, идем с ней молиться, куда нас девать-то было. Вот я здесь и спросила еще, ну, а как же, вот ты сама рассказывала, что про церковь помнишь, деда, отец твой помнил про церковь, а как без церкви-то она и сказала, что да-ка церковь-то в душе должна же быть. Это когда все вместе все думают в одном, вот это оно и есть церковь-то. Потому что в современном понимании церковь-то вот здание какое-то, где можно идти и Бога на самом деле о чем-то попросить. А вот бабушка-то мне это и сказала, что это в душе должна быть церковь-то. Вера-то у нее вообще-то вера, вот в человека вера, вот, она же не понимала, что это такое вера. А церковь, вот она именно в душе должна быть постоянно. Конечно, у нее уже не такое было воззрение, как у ее отца, наверное, или как у старших, вот там, с которыми она общалась, у нее свое миропонимание было. Но тут я еще у нее расспросила про монастыри. И вот говорю, ну вот ты рассказывала в Афине, что наши из Топольного, из других деревень ездили в Монголию. А до куда они доезжали? Она говорит, да вот здесь у нас озера есть, и там озера есть, там где-то они на озерах останавливались. А там монастыри. Говорю, наши что ли монастыри-то? Ну нет, буддийские монастыри. Да как буддийские-то монастыри можно? Так а что нельзя-то? Сколько золота отсюда везлось, это все туда. Там они все делали, торговали-то с монастырями прямо. Вот это для меня тоже было интересно. Буддийские монастыри. Вот она сказала, что у них там много работы тоже. Туда с России золото везли, сколько много, всего там у них было много. А у нас на Белый монастырь-то был. Я вам рассказывала про эту речку? Ну, это Чирыжский район сегодня. А река Белая, она берет начало с Бощилака. Хребет у нас такой есть, Бощилавский, красивый. И вот, когда он возник, этот старообрядческий монастырь, неизвестно. Вроде бы он поморский. А потом мне опять же бабушки говорили, что на Киржачке мы были. А потом стала расспрашивать про этот монастырь. А они рассказывают о том, что из каждой деревни почти уходили девочки в этот монастырь. Для чего? Да как иначе-то? Надо же, чтобы в деревне были, кто бы учился травами там владеть, сборить, а трав-то собирать. И вот они еще даже до знакомства меня с этой бабушкой Феней наставляли. Ты вот пойдешь на Бощилак-то, ты вот эту там погляди тропинку-то. Вот как сейчас-то верхами-то ездят, так не там. Ты вот между камушками-то вот этими ровными. Слева они будут ровные, а справа-то будут лепешечками. Вот тут тропинку погляди, это вот старая тропинка. Потом вниз не спускайся, а вправо бери под щебнями, и тут еще тропинку найдешь. Ведь все равно сейчас, если не ходят, там все кустами, говорят, заросло, так и зверье-то будет все равно этой тропой ходить. И вот гривочкой-то и спустишься к Бощилаку, перебредешь, потом крысаниху увидишь справа, а под крысаниха это там еще маленько, да и монастырь будет. То есть вот обрисовали мне эту тропу, я пришла, все, да, увидела, я поняла. Прямо профессиональный маршрут. Угу. Это просто вот как бы естественно я рассмотрела все это. Потом говорю, я побывала там, побывала. Так вот раз ты там была, а вот этот камень-то большой видела, там вот ветра даже туда не задувают. А я видела это место такое какое-то уютное, огороженное со всех сторон, а над этим местом такой камень наверху, да, и в нем колодец. То есть здесь воды-то нет, но он как дождевая, а вот там камни водится. Так вот здесь тибетцы-то и останавливались. Как тибетцы останавливались? Так с Тибета ходили-то я тебе что и говорила-то. Как с Тибета? Ну так ты раньше-то на Плешивую-то ходила. Так вот там, где польский-то лог, ты же на Деминскую-то грань переходила, ты же кладку-то видела слева-то. Видела. Так вот, это и есть вот знак, что здесь с Тибета ходят. Вот где с Тибета-то ходили, так они здесь такие места-то и обозначали, вот такими кладками. Зачем они ходили-то сюда? Ну так как? У них-то свои травы, а у нас свои. Надо было все наизусть узнать. Вот у нас кто учились в этом монастыре травницы, то они все наизусть знали, они сроду ничего не записывали. И вот из Тибета-то придут, все расскажут, но те записывали. Вот из Тибета-то записывали. Вот, оказывается, такие были походы. А туда, спрашиваю, ходили? Да вот из рода Плещеевых-то вроде бы и ходила туда. Да, ну так нет, она, наверное, ездила. Дело в том, что этот монастырь на Пелой просуществует до 1921 года. А потом заставят его работать на советскую власть, создадут коммуну, куда денутся иконы. Это уже другой вопрос. Но там есть еще место сегодня, где была деревня Вербощелак. И вот в этой деревне, как я потом узнала, было в каждом доме, там до 50 икон. Я и спрашиваю, откуда столько здесь икон-то было. И прятали их там потом во времена советской власти, эти иконы и находили. Их было и много, и много, оказывается. Вот это Плещеева. Она была из рода тех самых декабристов Плещеевых. И этот декабрист, кто-то из ее родственников был в Барнауле, проживал, какую-то должность занимал. И вот, похоже, что она, эта женщина, из этого монастыря увозила определенный сбор трав. Догадываетесь, куда в Москву? От рака, если мы могли лечить, от лейкемии, то значит, наверное, царевичу Алексею. Вот, поэтому бабушки об этом у нас прямо знали. И вот к царю Николаю вот такого вот, как бы, отрицательного отношения не было. А была вот такая жалость к нему. И вот особенно у сыночка этого Алексея жалко было. Потому что они об этой семье знали все здесь, оказывается. Вот, наверное, она привозила и иконы всего скорее, что и денежки. Поэтому монастырь-то был не бедный. Но, конечно, трагичная его судьба, как и всех наших монастырей. Но что интересно, еще раз и говорю, что это был старообрядческий монастырь. Это же удивительно. Старообрядческий, интересно. Беспоповский даже. Да. Я даже такого и не слышал, что был беспоповский монастырь. О чем и речь-то. Вот это вот феномен. Вот этот вот. Потому что у нас сегодня такое время, что вот расскажи я кому-то. Сразу там все бросаются на поиски, мне прям тут руками машут и говорят, ой, мы сейчас там возьмем, вооружимся минноискательным, пойдем все найдем. Я говорю, да, уже нашли. Потому что есть предание, однако, о том, что в 60-е годы, опять же, правда, другая бабушка рассказывала, в 60-е годы те, кто ушел после гражданской войны за границу, возвращались и искали. Но искали они не иконы, не золото монастырское. Нет. Они искали тетрадочки. Потому что все-таки, вот я же молвила, что тибетцы записи имели. И вот всего скорее, что это Плещеева, она записывала все. Тетрадки были. Именно среди книг были тетради с записями, с рецептами. И за ними охотились. С этими тетрадками нашли их или нет, я не знаю. Но просто потом вспоминается такая ситуация, что вот если бабушка умирает, она сразу не распознала. Ну, не обязательно бабушка. Для меня это была бабушка, да. Она, ну, как бы не поняла, что у нее рак, да. И вот все здесь собираются и говорят. Вот, ну, у меня в жизни была такая ситуация, умирает баба Мира. Для меня она бабушка, баба Мира. Имя-то вот такое. И вот они все разговаривают в ее комнате о том, что вот если бы раньше-то, то надо было бы найти то-то, то-то, которая на белой была. Для меня это ничего не значило, в 6 лет услышать белое. Я открытие эти сделала, вот когда уже стала ходить на эту, на белую, с пониманием того, что там стоял монастырь спустя столько лет. Считайте, что 30 лет прошло. Вот, поэтому на реке Белой нашло обучение всех травниц, которые здесь по деревням у нас очень долго передавали эту традицию. Ну, вот немножечко. Мы также из Бабы Фени отвлеклись на речку Белую. Но я еще и расспросила. Баба, а вот вы калмыков-то приводили в веру старообрядцев? Ну, калмыки это сегодня алтайцы. То есть у нас до недавнего времени все говорили, что алтайцы это калмыки, а казахи это кыргызы. Так было здесь принято. Она так сказала. Если кто женится на калмычке, ее в воде крестили прямо в реке, в рубахе, в воду и три раза погружали, как Иисуса Христа. Лицом на восток, кадила, крестные были, все как надо. Только потом свадьба-то была. Также и шашмуру ей одевали, ну, то есть шапочку, которая прикрывала волосы. Одевали ее в сарафан. И все, брали-то только калмычек тех, которые умелые были. Девки наши тоже за калмыков шли. Ну, не отдавали за мужиков, за калмыков все это. Не хотели сильно. А просто у нас мужиков-то было больше раньше, чем девок. Вот, и приходилось им на калмычек брать. А если наши-то за калмыков выходили, то убегом. И спрашиваю их, ну, убежала, вот она, прощали их. Ну, если окрестит она мужа, да что же ребятешки народятся. А тогда и прощали. Ну, могли и не простить. А прощали-то, потому что все равно стремились. Так вот, она живет у калмыка, а у него-то даже иконочки-то ведь нет. А иконы-то все равно должна быть. Как же без иконы-то? Ну, я и спрашиваю, а у нас-то, пульно, все были старообрядцы без поповцы? Она мне отвечает. А про попов-то и не говорили. Только позже церковь встала в Демино с попом. Ну, это 1907 год уже был. В Тележихе. Итак, отзывается. Последний-то поп в Тележихе был злой, сильно. В Солонешном, в Черном Ануе были. В Солонешном как-то там был молодой поп. Так и почти не поп, бороды-то у него не было. Его барином стали звать. И народ в церковь-то совсем и не стал ходить. Ну, церковь-то, ведь она же денег требует. Еще и туда к попу нести эти деньги в церковь. А он и барин. Зачем ему? У него и так денег много. Ну и вот, то есть, она вспомнила, наверное, где-то все равно это отразилось время Петровска, когда бороды брили. И кто был барин, это был безбородый, получается. Здесь мужики с бородами. Ну и Ягова спрашивала, а в церковь-то хоть в одну-то ты заходила? Она говорит, что... Ну как-то в черном... А в Белом, в Белом Ануе она жила-то. В Белом Ануе-то я была. Ну, мне, ну, там тоже говорили, что раньше-то там по-старому молились. Это потом уж все равно ее стали... Попа привезли, поставили и вот стали по-новому молиться. А по каким книгам молились? У Михайловых или у Архиповых? Ответ был такой, по служебнику. Псалтырь читали, а там календарь на каждый день, на каждый год все, если... А еще у меня есть Апокалипсис, книга толстенная да тяжеленная. А еще часослов был. А еще писание. У тяти и дяденьки Якова были книги, писанные в скитах на Керженце еще. Спрашиваю, Керженец это река? Она отвечает, и деревня там была. Сгорели там наши, а кто-то и ушел. Так оно и в Москве тоже, кто жили, тоже страдали сильно от гонений. И называют мне Боярину Морозову и Урусову ее сестрицу. Прямо на память даже. А Вакума вспоминает. Они возмущались, что старые книги-то сжигают. А в новых-то говорили, не надо их брать даже в руки, там ересь всякая. Я спросила все-таки, ну а за что же тогда убивали старообрядцы-то? Только за книги. Так они тех, кто в церковь-то новую устанавливал, еретиками их стали называть. А Петра-то Первого вообще и стали называть Антихристом. Другого-то и не представляли, все говорили. Где-то в Писании есть, что Антихрист придет, а вот он и пришел. А раньше до Никона-то наши старообрядцы ходили в церковь? Так наши же в городах жили, все в церковь и ходили. Вот это вот мне интересно было, что она произнесла, в городах жили. Вот я представляю, вот этот город Мангазея, ну такое большое поселение, наверное. Мне кажется, все равно деревни же это были большие. Ну, так мы и тут-то ходили. Вот в Сибири-Чехии это же тоже церковь была. Да, вот здесь у нас единоверческая церковь в Сибири-Чехии была, на весь район. А та церковь, которая там, ну, в Москве стала, в нее-то люди же все равно же шли, я спрашивала тоже вся по-тому, она говорит. Ну, так а церковь-то это, она стала слушать царя, а народ в церкви стал не нужен, простой-то народ в церкви не стал нужен. И она же стала еще рассказывать о том, что вот во времена Петра, тоже ей кто-то это рассказывал, что даже в церкви шутов ставили во главе церкви. Ну, вот так, да. Ну, слушай, слушай, ну, конечно, бабушка своей, это самое, как там легендами это пришло. Да, легендами. Ну, на самом деле, по идее, второбляцы должны таким вот страшным словом вспоминать не Петра, а Софию, его сестренку. При ней были такие законы, драконовские против второбляцев принятые, что просто ужас, там читать даже страшно. Вот они ее не поминали. Вот, интересно это, да. Ну, так как известно, что она долго не пробыла в правительнице, но все-таки кое-что пробыла. Значит, потом ее братишка-то сверг с это и стал сам со своим братом Иваном Алексеевичем. Ну, дело в чем еще? Дело в том, что Петр-то на самом деле, он был первый, кто застарабляться в послаблении. Вот что было. По-моему, в 7818 году он даже им разрешил образовываться, выходить, так сказать, из подполья, но вложил их двойным налогом. Да, двойным налогом он был. Но, типа, вот можете работать. И Демидовы, и Строгановы, ведь они же развивали, они же сами были староверы. Демидовы, да. К ним очень много прибилось. К ним очень много прибилось староверов. Невьянский там и так далее. Вот про это, про Демидовых они прекрасно все знали. А это положительно они говорили, интересно. А Демидовых, вот как бы, что робили на них, на Строгановых, на Демидовых робили, это один вопрос. А другой, от них же опять, ну вот от бабушки от этого я ничего не услышала, а вот дедушка был. И он так говорил, что у Демидовых-то ведь приказчиками-то были, распорядителями-то, англичане да голландцы. И как-то разговор у нас такой зашел, и я-то в памяти что оставила, что он мне говорит. Так а ты же разве не знаешь, что вот эти все штольни, которые у нас были, они разработаны-то были еще в царские времена, но хозяевами-то ими были ведь англичане. Они карты все составили, все указали, где какая руда находится. И мы-то это знали. Вы понимаете, они уже тогда осознавали, что вот, да, эту деревню оставили, например, топольная, но этих мужиков обязали на карту нанести, где, в каком притоке оно и какая руда находится. И даже мыть и сдавать, вот это и был двойной налог. Один налог дорогу ремонтировать, она не так просто здесь возникает, старобрядцы ее обустраивают. А другой, вот именно сдавать серебришко, золотишко, руду. Ну, то есть картографы были иностранцы, привлечены. Ну, Романовы любили иностранцев привлечены, но, честно говоря, о своих-то грамотных практически и не было. Кого вы возьмете грамотно? Татищев только прославился, Василий Татищев. Он же историк, он же картограф, вы не знаете, и первый, так сказать, горный инженер вообще основатель. И вот здесь-то проходило столько экспедиций, вот получается, что они перечисляли, конечно, что вот те проезжали, там другие проезжали, там дивились они всему этого. Ну, вот это уже, видите, информаторы там были в 70-е, 80-е годы, и как бы вот этот проезд потом почему-то сокрылся приездом Рериха. То есть они могли перейти на масонство, они это слово знали, прекрасно даже. Как это, меня это удивляло, а вот это для них было естественно, не знаю почему, я еще пока не разобралась, но потому что... Ну, просто они не понимали смысл, я просто вам скажу, слышали где-то что-то, да. Рерих, да, у него интересные такие мотивы, которые уходят и туда, и сюда, как бы всемирная религия, это близко к масонству, действительно. Вот, и вот то, что старики, конечно, у нас здесь задумывались о жизни в дальнейшей, вот они всегда говорили о том, что и баба Феня вот тоже эту же линию такую вела, что надо здесь жить, чтобы здесь благодать, здесь хорошо. Но одновременно вот чувствуется, что в наших деревнях был такой вот, с одной стороны, пессимизм, а с другой стороны, все равно как-то вот настрой на хорошую дальнейшую жизнь. То есть одни так уже махали, что время кончилось, все, все равно Антихрист уже пришел, и начинаем с ними говорить. Так при Петре Первом был Антихрист, и сейчас же в другое время-то, и тогда они говорили, ну, примерно так, что и сейчас предают, как тогда предавали, сравнивали, да, вот эти вот по линии НКВД-то, и тогда жгли, а сейчас забирали. И вот, что сейчас не молятся, и тогда они моляхи были, что это последнее время, и надо спасение-то искать. В чем я тоже их вот спрашивала, и почему пришли сюда на Алтай-то? Да потому, что здесь благодать Божья, вот благодать Божья, и все. Ну, земля хорошая, уж шибко она добрая. Ну, и я потом еще стала расспрашивать, здесь у меня такой был интересный момент, почему-то она заговорила о том, что вот на каждой речечке-то столько людей здесь жило, больше, чем сейчас. Я это представить могу, говорю, ну, в какие-то времена-то, это 1700-е, 1800-е. Она, ну, да, конечно, 1800-е уже где-то, когда уж поляки подъехали. А поляки-то, говорю, а как время-то, в какое-то они приехали-то? Да кто знает, ну, только у них сундуков много было, одежи много было. В Екатерининской. Да, это я-то знаю, да. Они Екатерину тоже даже как-то не упоминают это. Они о том, что вот как-то вот песни, они такие продольные наши, мол, поют, но шибко громко орут. Сарафаны вроде бы такие же, так только у них столько материала на эти сарафаны уходит. Богачи они все. И вот у них и такая шаль, и другая. Поляки? Да, поляки, да. Да, они красиво любят. Да, они богаче. Так называемые поляки, чтобы объяснить, это старообрядцы, которые ушли сначала на запад, но по послаблениям Екатерининских реформ она их позвала обратно в Россию. И они ушли оттуда, с территории Польши, Западной Украины, Белоруссии и так далее. То есть вернулись русские люди обратно. Но уже с традициями, вобравшими себя западные, вот эти вот славянские традиции. И вот они еще что... Не все здесь остановились-то. Вот кто родня? Мы же списались, я с ними был. Вот кто родня, они остановились. А другие-то дальше поехали. Куда дальше-то? Так семейские они-то, вот ты же знаешь, на Байкаре-то семейские, туда они уехали. А там-то они въезживали наши туда. Да, зачем? Ой, да-ка там у них бусы-то вон какие красивые, интарные бусы. И описывают мне интарные бусы. И потом эти интарные бусы я вижу на фольклённых фестивалях у забайкальских семейских старообрядцев. На самом деле, как описывали, так и поочую вижу. А вот здесь у нас все равно все это было победнее, поскромнее. Вот это тоже было удивительно. То есть, что, я к тому, что замкнуто? Ну, нет, не жили. Они и книги разные, получается, даже уже потом читали, даже до советского времени. Я думаю, это как-то полили грязью от староеров специально. Что они такие замкнутые, что они никого не пускают в себе, что они там очищают каждую кружку, если кто-то прикоснётся. Это, скорее всего, вот такое недоброжелательное отношение, вот именно никонианцев. И они полили их грязью. Вот, наверное, всё-таки не так. Что было... Сколько вы рассказываете, было всякое, были и строгие толки, конечно. Что было, то было. Конечно, кружка, чашка, ложка. Я с другой бабушкой тоже разговаривала, она, баба мне её имя, она говорит, «Да как, как? Ведь от мирского-то, если потом кружку-ложку ты возьмёшь, так это всё тебе перейдёт. Перейдёт, так ещё и заболеешь-то. А сколько смертей-то было? И вот так мне проводит, вот гляди, вот сейчас эти могилки-то, вот где твой дядя Федя-то живёт, так туда вниз-то вот, вот до того дома-то, через старые могилки огорожены-то. Это ведь всё могилочки, сколько людей-то померло. А если бы вы не придерживались этого, у нас бы тут бы и не было». То есть у них вот такое понятие было. И вот дело в том, что я стала спрашивать бабу Феню, а вот мы сейчас изучаем Денисову пещеру. А когда сюда Денисов-то приехали? Получается, что сейчас стоит вопрос о названии человека, которого там нашли. И вот, либо это был человек Денисовский, как раз в 2017 году его назовут, либо человек Алтайский. И я спрашиваю, ну это были здесь Денисовы, либо Дионисий, как правильно-то? А она мне говорит, что Денисовы было очень много. Какой они верой были? Она мне отвечает, поморской. Они в часовню ходили. У них тоже книг очень много было. Денисовы были и в чёрном, и в белом, и на щебете. И в топольном были они, на коране жили. И вот они говорили всегда Денисовы, то что их род-то шибко большой, да шибко знатный. Вот это вот тоже интересно. Но я ещё не узнала, что это за старообряческий такой род, откуда он идёт. Но спрашиваю, а почему сейчас-то Малатабаба верует? Так при такой жизни-то зачем жить? Вот я говорила, что пессимизм немножечко. Зачем жить-то? У неё очень много внучек было. Ну вот она уже пожила и с сыном, и с внучками. И как бы вот разочаровалась их в жизни. Вот в 2000-е годы это всё. Всё скверно. У каждого душа замарана. Все грешны. Я ещё всё равно спросила про австрийцев-то. Слыхала по деть. Тоже ведь здесь они были такой толп-то. А это монастырь в Австрии был такой. Он отвечает. И там был какой-то митрополит. Не помню, как звать. Но греховные они. Мы с ними не мирились. Нет. Мы их не принимали. Почему спросила? Потому что фамилия Новикова у нас тоже распространена. А вот они именно из Белокринецкого монастыря. И вот у них было предание, что они оттуда. Это тоже не позже где-то вот с поляками. Они сюда. Но они сокрыли, что они в этой вере австрийской. Представляете? И оказывается даже и на самом деле сокрыли, что сильно никто и не знал. Ни у одной же этой бабушки я спрашивала. Интересно, что здесь в Солонежинском районе, по-моему, все-все толки были. Все, по-моему, которые только есть. Что вы говорите? Я просто удивляюсь. Так я сама удивлялась, когда вот эти вот открытия делала. А сейчас ты их уже не сделаешь, эти открытия уже. Ну, а были отступники от нашей веры-то. Она и говорит, что кто книги не читал, те и отступники. В книгах все сказано, как терпели раньше, как грешили и что будет дальше. Ну, я ей говорю, баба, так это же давно было написано в этих книгах-то, вот когда еще сюда их принесли-то? В 1600-е годы, самые поздние, написанные книги там. Ну, так а там-то то, что там написано, так еще и в Египте там что происходило. И вот начинают они перечислять там, что на Востоке, про восточные народы. Библию никогда не упоминали они у нас здесь нет. Вот в Псалтыре, да, Библию, понятия даже такого нет, они не любили это слово. Ну, хотя вот сейчас уже знают, да. Ну, баба, ну а как же все-таки нашу веру-то держать? Она говорит, хочешь один останешься, да схорони веру-то свою. Надо все равно держаться нашей верой. Ты же крещеная, на тебе крестик, вот ты и думай про то, что ты все равно, они все выстояли мучеников, сколько было на земле, и ты должна, да, что-то в чистоте держи. Оно что, вот она опять же, оно что при Петре, что при революции, в 30-е годы, сейчас все едино. Читать надо, да, и молиться, крест носить надо, и помнить про то. Ну, то есть вот такой вот духовный опыт бабы Фени. Остался мне в наследство, она им поделилась. Это, ну, для нее это было и есть реальность крестьянства, какая-то вот такая внутренняя правда у нее в душе прямо жила. Ну и спасибо, что вы это сохранили так хорошо. Так и оставим это для истории. Да. Дай Бог, чтобы все помнили бабушек наших. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...